Боже, милость, забудем и грешен. Создавляем Господи, помилуй меня. Брешно согрешил Господи, прости меня грешно, помилуй, и благослови его разуми и настать на истину. Осень всех на тебя, Господи, уповая, ты даешь им пищевого благоволения и отвержаешь это щедро, и исполняй всякое животное благоволение. Слава от Своей Сыне и Святому Духу, и ныне и пресно и валяйте вековами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови его. Аминь. Кто с пирщиками тут был, старший? Замечания играть и ходить. Ну давай, выйди сюда, чтоб я слышал. С такими руками. Ну ладно, 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 твои руки, они кормилицы наши. Значит, замечание Ксении большое. Так, Ксения. Сегодня перед гимнастикой не хотела снимать с себя кофту. Я, говорит, заболею. Летом сейчас тепло уже стало, и она вдруг заболеет. И я раз пять, наверное, сказал ей. С трудом, с большим трудом, вот, с противлением сняла с себя. Понимаешь, это твоя биография. Обувь снимать не буду снимать. Сандали сними, я ни с кем больше не разговариваю. На тебя обращаю внимание. То есть ты уперлась. У тебя все время сопротивление чему-то будет. А чему ты не знаешь. Ты дома босиком ходить не ходишь. Потому что ты не испытал это. Ты засохшим, как в путляре, сидишь дома. Вдруг тебе представляется возможность быть другой. А это недовольство выражается уже на лице. Все время лицо такое недовольное. Недовольное лицо не привлекает ни мужской, ни женский пол. Ты теряешь страшно много. Дядя Виктор Николаевич, он старший воспитатель. Его слово для вас здесь закон. Он завещает меня здесь. Почему кофта не снимала? Ты уже ответила. Боишься простыть. Тебе не кажется, что это не довод? Сегодня у нас, я не знаю точно, но наверное 29-е уже. 20-30-е. 30-е июня. И ты замерзнешь без кофты. Еще это явно, что ты надумала. Можно шубу дать тебе купить фейгейковую. Глупости это дело. И это не хорошо. Просто тебе выговор с занесением в личное дело. Это не только в этом. Я заметил, что где надо и не надо, сопротивление. Тебе дома видимо все с рук это сходило. А ты поехала сюда, мне передали. Передали. Ты заботилась о том, как... Ну я своими словами скажу, вписаться в структуру лагеря. Тебе ответили на это. Там есть устав, ты его прочитаешь. Ты заботилась, чтобы не нарушить. Я подумал, какая молодец. Но на практике показалось себя, что ты не прилагаешь усилия к исполнению устава. Ты бы еще раз, два, три посчитала. Пререкание не вступать, от работы не отказываться. Ну и на этом наш лагерь и стоит. Иначе другого бы не было. Ты это понимаешь? Ну а понимаешь, значит, сама себе найди наказание за это. Потом подойдешь и мне скажешь. Мне это неудобно же говорить. Так. Сегодня я был здесь на молитве, пришел пораньше. Я увидел, как Андрей волокся за кошкой во время чтения Евангелия. Неверующие люди. Совершенно. И сатана крутит тобой, как хочет. У тебя нарушений масса. Ты нарушаешь и днем, и ночью. Понимаешь как? Ты должен понимать, что если ты уже пробыл неделю, а то за месяц, мама беспокоится. И в таком состоянии ты уедешь, ты можешь получить характеристику, запрещающую тебе приезжать в лагерь. Тебе это надо. В другом-то лагере тебе намнут бока в первый же день. Ты не думаешь, что сильный. На тебя найдутся хорошие дубинки. Тебе надо бы только слушать и внимать. Сидишь напротив меня, памяти никакой нет совершенно. Что-то такое отвлеченное где-то. Только сказал, тут же опять то же самое делаешь. Так, я разговариваю со старшими. Нету здесь Львов Николаевна. Почему нету? Мы договорились, чтобы она была всегда здесь. Но минут пять позже будет, ничего не будет. Она уклоняется все больше и больше. Видите как? Встань в строю, ровно стой. Звонила Янафа, сегодня она приезжает. Янафа, это сестра Фроси старшая. Она лежала в больнице. Так что помолиться надо будет, чтобы благополучно было путешествие. Видите какая погода, ни ветра нет ничего. Тут много мошкары. Мошкара намного надоедливые комара. Его даже убить не знаешь. Кого убить махнешь, никого нету. Поэтому комар еще припомнится. Они в сетку не пролазят, то носом, то ногами зацепятся. А это в каждую щель пролазит. Заедает буквально. Бог Николаевна, иди поближе сюда. Я говорил, при ударе в колокол назад, трак обед быть всем. Кухня должна быть пустая. Уже не первый раз повторяю. И это не менять, ни под каким видом. Вчера наши девочки были у Надежды Васильевны. У кого карманы были, выйди сюда. Я с первого дня, у которых нет платочка. Они суют куда-то за рукав, как принцессы. И они теряют их. Я сказал, с первого дня, три недели, двадцать один день. Двадцать один день. Пришить карманы. Я сказал, я считаю выполнено. И не проверяю даже. Ну, карман пришить. Что особенного-то? Не тут-то было. Они были у Надежды Васильевны. Она придумала. Каждому через эту лямку пришила. И сумочка висит сбоку. Так ходили только по берушке по России. Просили милостыню подай. Христорадищили. Что за новинка такая? Я-то обрезал все лямки. Дал им пришить. Покажи, где у тебя есть. Вот он. Кто тебе его пришил? Нет. Понятно? Еще не до конца. Вот здесь не хватило. Я говорю, уголочка два зашей. Вот так, прихватить. Дома не давай отшивать его никак. Шито неправильно. Потому что мелкенький. Надо глубже шить. Мелкенький. Сестры, смотрите сюда внимательно. Лев Николаевна, поглядите сюда. Вам видно, нет? Я погляду. Карман должен быть глубже. Мне пальчики должны пролазить сюда. Почти в два раза длиннее. А иначе он посередке воздействует петельку и тут пуговку. Ну вот как карман. Вот карман. Смотри. На клапане петелька. Здесь сделать клапан. А тут пуговица. Так выпадает, а так нет. Почему? Потому что в два раза меньше отверстие делается. Я его перерубаю. Не сделали. Я этих девочек пригласил. А я пришил сам. Они не знают, как иголку вдергивать. Проходит пять минут. Прихожу. От обозится, что не могу узелок завязать. Узелок на нитке. Не там, где шьет. Просто нитку я оторвал. И она узелок не знает привязать. Сколько тебе лет? Семь. Семь. Понимаете? Вещь неслыханная, чтобы в России девочка в семь лет не могла завязать узелок. Узелок. Ее учат вязать. Она может и шапочку сделать, и она коврики. Ничего не умеют делать. У Надежды Васильевны там мастерская целая. Это тоже не научила. Но чем же она занималась? Разберитесь с этим. Это старейший работник в нашем лагере. Теперь пришивать начинает. Вот это пришивает. Она двойная, допустим. Ну, когда снимет, то там и другая. Они шьют на себе не могут. Я говорю, сними. И она не понимает, шьет за нижнюю. Я тогда принес ей коры твердой. Подложил, чтобы до коры нитка дошла, дальше не проходила. Иголок нету. Все обыскали, иголок нету. Не то, что не пришили. А мне даже не сказали, иголок нет. Я должен был обратиться к насельникам. Ребятишки принесли. А где иголки показывать? Вот такая вот иголка. Ну, какая же это иголка-то? Ее в руки даже взять нечего. Таких иголок я даже не видал никогда. Понимаете, это насмешка над человеческим существом. Да такие выпускают, чтобы без кармана. Таких не выпускали никогда. Русская одежда всегда была с карманами. Вот русская одежда. Два кармана здесь, два здесь. А на костюме, вот здесь карман, вот здесь. Внутри два кармана и здесь. Пять карманов на костюме. Пять карманов и здесь четыре. Девять. Вот я оделся нормально. Костюм надену. Девять карманов. У тебя ни одного. И все заняты. В правом ничего, кроме платочка. В правом. В левом у тебя остальные более... У меня тут рукавицы чем пользуются. Здесь какие-то документы нужные. Там, про визитки. В правом только один телефон. К сердцу его нельзя. Мне стало болеть сердце. То есть у каждой вещи свое место. Они этого не знают. Они не могут пришить готовый карман, который я отрезал. Не могут. Они здесь. Две здесь. Здесь. Отойду они четверо уже в кучу. А здесь стоят. Я их разгоню только. Они думают кто-то поможет. Никто вам не поможет. Это виноваты в первую очередь ваши матери. Ваши старшие сестры. Виноваты мы. Я пришивал сколько раз. Приезжает разрезанное платье. У нас не положено юбки разрезанные. И я зашиваю. Это снимок есть. В книге даже есть. Кому я зашиваю? Енафи? Да. Вот. Филов Прося рядом стоит. Безумные люди ничего не хотят знать. А вон с детьми там возятся. Всякую пакость говорят. Я вожусь чтобы сделать их другими. Чтобы те которые у меня в лагере были. Если в армии будут не были. Не попали под дедовщину. Если девушка выйдет замуж. Чтобы она не была разведенкой. Чтобы она всегда умела понравиться мужу. Чтобы он всегда ее любил. А для этого нужно научить хорошо ее шить. Варить и все остальное делать. Уважать. Непротивлением. Если ты противишься на всяком месте. Слушай внимательно. Ты не можешь не противиться другому. Почему это зло выборочно не бывает. Выборочно не бывает. Зло распространяется везде. Я говорю ты на работе материшься. А дома я не матерюсь. Ну ты то помойка та же самая. Поганое твое ведро параша. Она только ты на время ее прикрыл. А внутри то у тебя осталось. От избытка сердца говорят уста. Говорят то что ты не мог вместить. То есть язык это лопата. Который выбрасывает что у тебя там есть. Понял. То есть наполнено гадостью. И поэтому язык выбрасывает эти слова на поверхность. Если у тебя там божественное. Будет слышно только божественное. Они не могут ничего делать. Я сегодня просто в ужас пришел. Мне заняться самому. Или вы все таки займетесь этим. Выйди из кухни. Не заходи пока не научишь их туда. Без тебя обойдутся. Так Иоанна. Больше на кухне время проводи не здесь. Тут разберутся. Научите. Если можешь это делать займись девочками. Девочки которые не умеют шить. Сейчас только поедим. Говорят на огород. Никакого огорода вам не будет. Все до одной к Надежде Васильевне. Пойди с ними. Я? Да нет. Ты останься здесь. И она пойдет. Научите их держать иголку. В какой руке. Как шить. Как узелки завязывать. Как пришивать. И вы заберите всю одежду. Сколько у тебя есть. Вот это не карман. Ну какой карман. Это конец кармана. Видите как. Карман отрезанный. Вот это вот расшить. Вот смотри. Внимательно. Вот это вот расшить. А вот здесь пришить. Чтобы это был карман настоящий. Это насмешка над быдлом русским. И как вам не стыдно то это. Ну это не карман. Это карман. Ну вот карман у меня. И вот здесь вот дырку прошить. Ну понятно что это не карман. Ну карманы вверх должны быть одинаковые. Ну какой. До чего это прорезано то. Чтобы показать будут носить или нет. У меня ни одной рубашки нет. Чтобы застегивалась. Нету. На другие не продают. Ну выхода нет никакого. Но купив я ее никогда не надену. А беру иголку. Вот видите. Несколько раз я тут прошил. Здесь крепко должно быть. Ну и примерил сколько. Вот до сих пор мне надо раскрывать. Здесь несколько раз. И здесь раза два прошил вручную. Мы ездили в Владивосток лесобом. И я сзади сидел. У меня с собой тряпочки. Иголки. У кого еще порвется. Пуговка оторвется. У меня с собой арсенал. Я люблю шить. Я сижу сзади. Все время шью. Латаю носки. Где пришить что. Виктор Николаевич знает это. Понятно? Приучите их любить это. Текстильная промышленность вот эта. Она стоит на втором месте после питания. По важности работы уметь шить, готовить на втором месте. Первое это конечно труженик на земле. Комбайнер. Маленько там где-то рядышком вместе идут. Это животноводство. Утроба. Этим ел и Адам. А когда согрешил Бог дал одежду. Второе. А когда Бог их знал стал искать пещеру. И Бог самому ему позволил о жилище заботиться. Он и не на открытом же небе стоял. Дожди мочили. Пещеру нашел. Киеве прижался. И на этом создалось то рост человеческий. Я вот сегодня только обнаружил это. С мальчиками отдельный разговор. Сколько у меня девочек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все десять после завтрака. Не отдыхая. Не надо отдыхать. Вы пойдете. Заберите всю одежду. Перетрясите, которая у вас лежит. Надежда Васильевна. Соберите иголки в деревне, где угодно было. Отсюда ни одной иголки не брать. И чтобы везде пришили карманы. Карман вот такой вот, но только в два раза глубже. И чтобы он не болтался, а был пришит вот там нормально. И посередке была пуговка и клапан. Клапан. То есть вот этот клапан называется. Вот. Карман должен закрываться. Если что-то оттуда катится, оно стукнется по клапану. Не так просто выронить это дело. Я могу похвалиться, что у меня в жизни, а это 76 лет, меня не обокрали ни одного раза в карманах. Не один раз. Только был один раз. Жулик полез я взял. Потому что всегда застегнуты. Я руки держу в автобусе так. И где-то становлюсь, где меньше народа прижимаюсь к стенке. У меня свободна одна сторона. Я руку вот так держу и стою. А когда ты разговариваешь, машешь руками, карман у тебя на заднице пришитый. С рода этого никто не знал. Карман. Карман должен сбоку быть не на заднице. Что смеяться-то? Что-то большую роль отдают заднему месту. Держать полено какое-то или дерево пилят. Руками не держат. Сядет, задница держит. Ну ясное дело, что рано или поздно тебе кусок мяса отрежут. Тарасья, иди сюда. Вам понятно, что сказал? Вот эти карманы, вот эти загогулины, которые есть. Вот это маленько более-менее еще. Это можно. Видите, даже там пошире, здесь поуже. Пришить только клапанок осталось. Пришить. Займись этим. Пилят два хороших пильщика. У кого? Он у вас был? Да. У кого? Пилят нормально, на полную, как настоящие мужики. А он что делает? Вот это вот полено. Вот так рука, это его полено. Смотрите. Он сидит на полене. Там как... Вот так вот. Ты как играл? Покажи. А тут пила ходит. Давай покажи, что ты делал? Как? Вот так. Это моя рука полено. Ну, покажи, как ты руками хлопал и играл. Ну, я просто вот так вот держал. Да не так. Не так. Держи. Ты вот так вот что-то схлопал и над пилой играл. Вот так вот. Это вообще-то здорово, конечно. Это надо в цирке работать. Веселый парень, смелый, сильный. А в голове-то еще мякина набита. Да у них пила из руки вырится. В первую очередь, тебя она съездит черешком, а которые зубья пройдутся по руке. И они пилят и... Он играет, вот хлопает ладоши там по пеньку и дальше через пилу вот так вот и играет. Я такого не видал еще. Даже мне охота наказать его, но он и наказан. Что ему наказывать-то? Это Бог спас тебя. В первую очередь, так не играй никогда. И вот так, когда берете пилой, начинает ее сгибать и играет. Кто играл сегодня пилой? Ну что ухватила за задница-то? Ну ты играл, а я тебя остановился. Что молчишь? Вот так вот играет пилу. Как только отскочила, она согнутая, она как пружина бьет. Ну не жует. Дожевывает уже. Куражка, бедная куражка. Вкусная, нет? Вкусная, нет? Вот она своя, своя. Или ногти грызет, или что-то. Накормить по полной программе его. Нет. Я на диете. Ну не будешь же ты осиновым поленом закусывать. Ты понял, нет? Понял. Тело твое в опасности. Становись. Руку из карманов. Это о работе. Так, мы забыли сказать, выйди сюда. Нестер, Нестер. Он вечером помогал поливать. Видимо часа на два позже пришел. Поэтому на два часа дольше он может утром спать. Справедливо? Да. Поэтому его не трогать. Так было вчера? Да. Мне не сказали, я гляжу, один стоит здесь. То есть сказали, я видимо не упустил. Гляжу, а что ты стоишь? Он говорит, я не слышу. Потом отдельно помолится. Молитва. Утром проверить. Молитва не должна быть такой длинной. Я посмотрел сегодня. Комары кусают. Вы как-то сходитесь на это. Или помолиться, уйти, где ветер дует. Или молитву сократить. Или как-то сделать так. На молитве стоят дети. Дети думают не о молитве. А когда это кончится мучение? Ну, маленько-то глядите. Лучше сидеть, говорит, и думать о Боге, чем стоять и думать о ногах. Когда сяду, да когда устал уже не могу. Ну, видно, что мошкара пришла сюда, заедает. Что, утренние молитвы? Это три молитвы прочитали? Три молитвы. Ну, а дальше это уже по рассуждению. У нас принято православных. Какие три молитвы знаете на русском? Сократить может быть раза в два. Лучше один раз это днем помолиться. Чтоб детям даже утренняя и вечерняя молитва не была в тягости. Нам это привычно. Вы помните, когда Давид пошел на сражение, ему дали одеяние. Он оделся, походил. Не могу я. Военное обмундирование снял. Ну, давай на него шинелку наденем. Чего она будет? Он запутается и ряжет спать в ней. Он снял и пастушескую сумку надел. Я не могу, говорит, так. А с пастушеской сумкой он знает, туда камни, камни впрощу. Запулил ему в лоб. Тут все понятно. Надо к этому уровню подходить. Не надевать на них доспехи взрослого человека. Вань, тебе понятно, что говорю? Ну, вот так как-то надо делать, молиться, чтобы воспитатели тоже это учли. Виктор Николаевич, пересмотри продолжительность молитвы и место. Не обязательно перед аналоем. Если ветер дует, а тут Машка заедает, выйдите на футбольное поле. Ну, найдите там, может, большая куча. Скосить с нее вон там, большая куча. И утреннюю молитву там совершайте. Сделать ровную площадку, как для еды сделали. И уходите туда молиться. Ну, тут все закрыто. Машкара тут царствует. Я думаю, там Машкары все-таки меньше. Вам понятно, о чем говорю? Скосить. Вот здесь вот. Там видно самый высокий холмик. Вон там он, широкий такой. И там становиться. Так, за стол. Полтолочки, покажите. Ну, все. Как поедите, девочки, сразу к Надежде Васильевну. Чтобы научились шить, карманы на все одежки пришить. Паша, а что за ставки такие? Ну, почему тут мама убьет? Начальник лагеря распределился, мама. Ничего страшного. Нашелся, комментатор. У нас за обедом... Так, извините, напитай водопедушки. А? Ну, понятно. Это посада добавляет. Другой займется. Готовится к постройке. До обеда мы никого не отпускаем, как правило. Резко, когда вар работает со всем оседлением. У нас сегодня урок шитья. А у них карманы, в принципе, уже назначены. Иди, сиди, ешь. Это что, все... Ничего себе! Все, кто решил попаститься... Так, спрашивай, почему здесь сидишь? Я хочу на диете быть. Да, галатийская диета, галатийская. Тоже? Нет. А ты... Знаете что, так, по-хорошему я бы сказал. Вот тебя я посадил туда бы. Сядь туда пока. Потом я о тебе подумаю. Ты худенькая. Тебе ты... Сюда, который избыточный вес. Галатийская, почему именно в Галатии был голод и детей выбрасывали. Там написано, прочитайте вот там. Почему Климен Комкирский. Если ты чувствуешь, что тебе это нужно, иногда бывает, девушки стараются и наконец одни кости. А мужики говорят, там как собаки голодные на кости бросаются. Там ничего нету. Силы там нет, она ничего не может. Она должна быть в силе, крепкой. Смотри, дня два пройдет, если ты почувствовал, что тебе в порядок, я тебя уберу отсюда. У тебя тоже нормальный вес длинный. Я бы тебе... Я хочу, я хочу. Ну, испытать себя можешь. Вот кому надо, это Василисе надо. Лишнее убрать. Но тебя никто сюда не садил. Это скамейка добровольная, кто желает сам. Утром, вечером, в обед порция одинаковая. Кружка компота и два сухаря. Сухаря это... Ну вот она держит. Засушенная. Покажи сухарь. Это... Только можно взять побольше, потолще отрезать. Насушите маленько потолще. Нога на ногу не сидит. Чтобы не было тяга. Ты досидел сейчас здесь? Ой, я так не могу, не хочу. Сразу идешь и садишься. Я за этой скамейкой не слежу. Но галактическая система самая дешевая и самая продуктивная. Ничего вы думать не надо. А дальше работай, бегай, купайся. У тебя тело встанет в норму. Мы входим в природу. Вот что необходимо. Главное болезнь, говорите, себя не запускать. Внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий помилуй нас. Аминь. Не забывайте, что наша Галина Александровна уехала домой. А, Иначе Иначе, сейчас на молитве смс пришла. Она все в городе уже. В городе уже, но слава Богу. Тимофей, нога на ногу не сиди. Нельзя. Святой воды сегодня не дали, да? Вот дали кружочки. Пьют. А нету. Обошли старшего. Это плохо. Никуда не водное дело. Так, где? Кружку поставь. Верните мне кружку сюда одну. Так, а как? Я так и не понял. А святая вода есть уже здесь? Три кружочки Ваня их отдала. Ну все. Отдала мимо вас. Ну, спросите нас. Я поставила вот сюда. Надо было вернуть. А вы пили уже? Пили? Я буду сейчас запрещать его. Она его пробьет. Как еще? В том, где отпустим? Так, полный маршин. Он с той стороны не стоит. Вы надо проверять, где лучше. В шестой столовой или в этой. Видишь, покатилась. Ну поставь его прямо. В этой-то давай, нет? С этой воды, сзади сидящей. Так что рожа? Ну ты худенькая такая. Ну сиди один раз, посиди. Не выдумывайте. Я наготовила для того, чтобы вы были... Система их приглашает. Нас в интернете спрашивают, что это за система. Нормальные. А она на Володе. Это завтра можете такое... Человек чувствует обновление в плоти. Давай сюда. Обновление нам надо на завтра. Завтра, да? Следом должен стоять наш Иисус Христос своим учеником. А тут сегодняшний день это рыба. А вы мне такое устроились. Останетесь без рыбы. Это галактическая система. Такое у нас название. Так, подави-ка сюда. Потом, потом раздай. Мне всегда кладут они там корочки, если можно. Корочки. Потому что мягкий хлеб я не могу пропустить. Вот он мне дается. Так. Ниха, где у меня? Это Вика. Смотри. Вика. Мне терять очень трудно. Я тебе морковочку отдам. Подожди. Я тебе морковку отдам. Они не тертые. Видишь, она трудно еще дается. Морковочку может сжевать. О! Вот она лежит. Вот она. Подождите, Маша. Сейчас я. Так, а что мне не понятно? Аня, разноси кисти. На, Тимофею неси. Тихонь. Дальше кистей руки не кладите на стол. Тарас, дальше кистей не клади руки. Таня, передай. Тарасу. Спасибо.